Какое напутствие давали ребёнку к первому классу? Как готовили? Волнуетесь ли вы сегодня? Ну, напутствие, пожалуй, самое главное — это найти хороших друзей, стараться учиться хорошо, и дело даже не в получении хороших оценок, а именно в получении знаний. Я скажу, у нас ребёнок очень хочет в школу, поэтому нам не пришлось её сильно уговаривать и как-то что-то такое говорить, напутственное, потому что желание — вагон. Почему выбрали именно эту школу? Может быть, выбирали как-то не только территориально, а потому какой учительский, например, состав, потому какие вообще привилегии здесь дают и так далее? Да, выбирали. Первый критерий был, это, разумеется, первый учитель. Второй критерий — то, что эта школа с уклоном на иностранные языки. С этим есть у многих школ вопрос. Чем раньше мы начинаем обучение английскому языку, тем у нас быстрее ребёнок приобретает навыки, которые потом пригодятся ему во взрослой жизни. Любой родитель, приводя ребёнка в первый, во второй, в любой класс, он же тоже переживает, волнуется, вспоминает своё детство. Что вы можете вспомнить? Ну, мне в начальной школе очень сильно повезло. Учитель была только после распределения, была добрая, как друг, можно сказать, что не было страха какого-то. Очень хорошо нас подготовила к средней школе. Благодаря этому потом поступил я с обычной средней в гимназию первую, поэтому очень хорошие впечатления. В этом году средняя школа номер 9 имени Алексея Наганова распахнула свои двери для 124 первоклассников. Это пять классов, два из которых возглавят молодые специалисты. Хлопот и волнение у них не меньше, чем у родителей, а может и больше, ведь во многом именно от них зависит, какое впечатление, а следовательно, и стремление к знаниям будет у депутантов школьной сцены. Я очень сильно люблю детей, очень. И я с самого детства мечтала стать учителем, и вот моя мечта сбылась. Это мой первый класс. На самом деле я безумно переживаю, но я верю в то, что мы с детьми быстро найдем общий язык и вместе будем учиться друг у друга. Да, учиться придется многому, но первоклассники не боятся предстоящих трудностей. Они с интересом ждут момента, когда для них начнется увлекательная школьная пора полной открытий. В школе я буду учиться, очень хорошо учиться. Я буду там получать только пятерки. Ребята полны энтузиазма, ведь совсем скоро они откроют для себя так много нового. Научатся вычитать и умножать, буквы разные писать, книжки добрые любить и воспитанными быть. Все, как в известной многим песне. Именно об этом говорил каждый выступающий на торжественной линейке, посвященной важному празднику – Дню Знаний. А помогать ребятам постигать азы науки будут профессиональные педагоги, которые к любому ребенку смогут найти подход. Наша школа особая. Наша школа является опорной по организации интегрированного обучения и воспитания для детишек с особенностями развития. В этом году в ряды первоклассников также пришло шесть ребят с небольшими особенностями развития. Они станут полноценными участниками школьного сообщества. И школа создаст для них такие же условия, как и создает для обычных детей. Мы хотим, чтобы каждому ребенку, каждому ученику в нашей школе было комфортно, чтобы ему было хорошо учиться. И чтобы он на выходе стал отличником, ребенком, человеком, который прославит свою школу, свою страну. Здорово, когда у директора школы такие амбициозные цели. Тем более, что и все условия для достойного воспитания подрастающего поколения создаются. В 2024 год в нашей стране объявлен годом качества. И за тот летний период, пока все отдыхали, я имею ввиду наших деток, проводилась работа для того, чтобы наши детки чувствовали себя в учреждениях образования комфортно, безопасно и могли получать качественное образование. Ярким примером проведенных ремонтов во всех учреждениях образования является здесь, в девятой школе, открытие реставрированного современного бассейна, который мы все очень давно ждали, который будет способствовать занятиям физкультурой и спортом наших деток и вообще поддержанию здорового образа жизни. Малыши с яркими букетами цветов, с красивыми бантиками и галстучками, старшеклассники в стильных деловых костюмах, нарядные учителя и взрослые – все они в трепетном волнении ждали, когда же прозвенит первый школьный звонок. После закрытия торжественной линейки праздник продолжился внутри школы. Перерезав красную ленту, состоялось открытие жемчужины Ленинского района, обновленного бассейна. За время трехлетнего перерыва бассейн претерпел массу изменений. К лучшему, конечно же. Это изменение глубины, она стала безопаснее, убрали трехметровую вышку, обновили систему кондиционирования, сделали капитальный ремонт раздевалок и подсобных помещений. Как наш президент сказал на республиканском педсовете буквально на прошлой неделе о том, что система образования – это государство, образующее отрасль. Вот именно сюда нужно вкладывать деньги. И то, что руководство области, руководство города это осознают и понимают. Инвестиционная программа, благодаря чему был создан этот объект, бассейн и пищеблок 5-й школы, стадион 27-й школы – это все бюджетные деньги, которые вкладываются в наше будущее, в наших детей. Именно здесь будут и спортсмены, и учителя, инженера, ветврачи. Здесь те, кто будет дальше двигать нашу страну вперед. За летний период, пока наши детки отдыхали, мы потратили более 7 миллионов бюджетных денежек на систему образования. Это гораздо больше, чем прошлые годы. Система образования постоянно требует вливания. Да, школы не молодые, да, строятся новые объекты. Тем не менее, нужно это все поддерживать. Наши детки должны заниматься в комфортных и безопасных условиях. Если говорить о бассейне 9-й школы, который будет работать на весь район и город, то здесь вложено 1 миллион 850 тысяч рублей. Действительно, подошли очень серьезные строители, проектировщики, управление капитального строительства, заказчики. Я хочу всем сказать слова глубокой благодарности, они молодцы. Впервые бассейн принял юных пловцов в 1971 году. За время его функционирования воспитатели физической культуры подготовили не одно поколение юных спортсменов. И эта традиция будет продолжена. Здесь ведут обучение плаванию для учащихся всех школ и гимназий Ленинского района города Бреста. Поэтому сделали бассейн по всем стандартам именно для обучения детей плаванию. Обучение детей происходит с первого же класса, в первом классе по желанию, первый-второй класс по желанию родителей, с третьего класса и далее идет обучение непосредственно по программе физической культуры и здоровья. Кроме того, поплавать и на себе почувствовать все прелести обновленного бассейна, оценить его комфорт и качество смогут и взрослые, проживающие в ближайших районах. По вечерам здесь будут организованы группы плавания, также будет возможность приобрести абонемент или заняться акваэробикой. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.